Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами пробежимся по нескольким задачам, которые в различных вариациях систематически встречаются на интервью, и решим их. И на самом деле будет очень полезно, если вы перед просмотром каждой задачи попытаетесь ее решить самостоятельно. Давайте откроем код нашего проекта. Структура выглядит у нас очень просто. У нас есть страничка. Это файл index.html. У нас к страничке прикреплен JS-файл, который называется code-start.js. Собственно, внутри этого файла мы будем писать наш код, решать задачки. Также у нас есть файл, который называется code-finish. И внутри этого файла у нас уже представлено решение для каждой задачи. Давайте откроем файл code-start.js. Я расширю наш экран. И переходим к первой задаче. Значит, сколько раз каждый элемент встречается в массиве. То есть у нас есть переменная fruits. Это массив, который содержит название фруктов. И нам нужно посчитать, сколько каждый элемент внутри этого массива встречается. И на выходе мы должны получить вот такой вот объект, где ключом у нас будет являться название фрукта, а значением это сколько раз он в этом массиве встречается. Давайте начнем с того, что создадим функцию. Назовем ее, например, countFruit. А эта функция будет на вход принимать массив. Переменную назовем, например, list. И внутри мы здесь создадим переменную. Назовем ее count. Это у нас изначально будет пустой объект. Дальше мы можем взять нашу переменную list, которая будет содержать массив. И с помощью метода forEach пробежаться по каждому элементу. Внутри нашего цикла forEach мы будем получать каждый конкретный фрукт, название фрукта. Это у нас будет переменная f. И дальше мы можем написать такое условие. Можем сказать, что если вот этот наш объект не содержит ключ с названием текущего фрукта, то есть можем сказать if восклицательный знак countF, то мы тогда добавим такой ключ. Скажем, count ключ. Это название фрукта равняется, и значение у нас будет единица. То есть первый раз мы его встретили, один раз. В противном случае, если у нас такой ключ в нашем объекте count содержится, то мы должны просто вот это значение единица увеличить на один. То есть мы можем просто сказать countF++. Так, и на выходе наша функция должна возвращать вот этот вот объект count. То есть мы ниже можем сказать return count. Так, давайте протестируем. Значит, я скажу console.log. Наша функция countFruit. И передаем туда массив fruits. Нажимаем на save, открываем консоль в браузере, и мы получаем объект, где ключом является название фрукта, и значение это количество раз, которое там встречается. Яблоко два раза, киви три раза, и апельсин один раз. Отлично. Давайте двигаться дальше. Следующая задачка. От нас требуют создать массив, который содержит только уникальные значения. То есть сейчас у нас есть массив myFruits, содержит название фруктов, которые могут встречаться несколько раз. Нам нужен массив только из уникальных значений. Давайте создадим переменную. Это у нас будет стрелочная функция. Назовем ее unique, например, items, равняется. И на вход мы здесь также будем передавать массив. Назовем переменную, давайте, list назовем ее так же. Так, и что мы здесь делаем внутри? Мы можем взять эту переменную list, точно так же использовать метод forEach, чтобы пробежаться по каждому элементу массива. Здесь мы будем получать, опять же, каждый фрукт. Да, давайте так же создадим вот эту переменную, назовем эту переменную f. и внутри нам нужно так же будет иметь дело с объектом изначально. Давайте здесь выше я создам переменную. Назовем ее unique. Это тоже у нас будет пустой объект. И каждый раз итерируя наш массив, мы должны брать наш пустой объект, изначально пустой объект unique, и добавлять туда наш элемент, переменная f, с каким-нибудь любым значением. Например, можем сказать true. Таким образом, когда мы бежим по нашему массиву, каждый раз, когда мы будем встречать повторно какой-то элемент, он просто будет перезаписываться со значением true в нашем объекте. Соответственно, у нас мы получим на выходе объект, который будет содержать уникальные ключи. Но от нас требуется на выходе получить массив. Поэтому мы просто можем сказать return, использовать метод object keys, и передать туда значение unique, наш объект, и получить, соответственно, на выходе массив из ключей вот этого объекта. Давайте также протестируем. Давайте мы скажем console.log. log, значит, у нас функции unique items, и мы передаем туда массив my fruits. Смотрим, нажимаем на save, и вот мы получаем наш массив из уникальных значений оригинального массива с фруктами. киви, яблоко и апельсин. Итак, мы готовы перейти к следующей задачке. Следующая, третья задача. Здесь нам нужно создать функцию, которая сгруппирует студентов по возрасту, и на выходе нам нужно получить вот такой вот объект, где ключом у нас является возрастная группа, а значение — это у нас массив, который будет содержать всех студентов, все объекты студентов, которые под эту возрастную группу подпадают. Значит, вот наш массив студенты, и давайте начнем с того, что создадим функцию, мы скажем const group students равняется, это у нас функция, которая также будет принимать на вход массив, переменную назовем list, и внутри давайте мы создадим переменную group, это у нас также будет пустой объект, и ниже давайте также используем метод forEach, чтобы пробежаться по нашему массиву, и здесь мы будем получать каждого конкретного студента, каждый конкретный объект нашего студента, переменную назовем s, и дальше нам нужно будет прописать условия, мы скажем, что если ключ с возрастом студента уже присутствует в нашем объекте group, то есть мы скажем, вернее не присутствует в нашем объекте group, возлицательный знак, group s.h, то нам нужно его добавить со значением нашего студента, то есть мы скажем, group s.h равняется, только значение на объект студента, он у нас находится в массиве, вот так вот, а в противном случае, если у нас уже есть ключ с таким возрастом, это значит, у нас и есть массив, который соответствует этой возрастной группе, соответственно, нам нужно взять вот этот массив, group s.h и добавить туда нашего студента. Как это сделать? Мы просто используем метод push и добавим нашего студента. Так, и, соответственно, наша функция group students должна возвращать вот эту переменную grouped return grouped Так, давайте протестируем, мы скажем console.log group students, передаем туда наш массив, как он называется, просто называется students, нажимаем на save, переходим в браузер, в консоль, и мы видим, что у нас есть три возрастные группы, возрастная группа 18 лет, тут один у нас студент, в возрастной группе 20 лет у нас два студента, и, соответственно, один студент в возрастной группе 24 года. Отлично, давайте перейдем к следующей задачке. И здесь нам требуется написать функцию, которая принимает два аргумента. Первый аргумент — это вот этот вот массив, а второй аргумент — это значение суммы. И если сумма двух любых чисел нашего массива равна числу, вот этому числу, которое мы также передаем вторым аргументам, то функция должна вернуть новый массив из этих двух чисел, и они могут находиться в любом порядке. Соответственно, если решения нету, то вернуть пустой массив. То есть в нашем случае, например, 11 и минус 1 дают 10. Соответственно, нам на выходе нужно получить либо массив из минус 1, 11, либо 11 минус 1. Давайте начнем с того, что создадим нашу функцию. Назовем ее, например, findPairs. Она принимает на вход массив. Назовем переменную nums от слова numbers и принимает таргет. Переменная target — это сумма. Так. И что мы здесь можем сделать? Мы можем использовать, например, цикл for и начать бежать по нашему массиву. Мы можем сказать, что let i равняется начальное значение, индекс у нас 0, то есть мы начинаем бежать по массиву с самого первого значения. i у нас меньше длины массива, точка length. Так. И делаем итерацию i++. Соответственно, начинаем бежать по нашему массиву, и нам нужно получить вот это вот первое значение. Как его получить? Создаем переменную num first. Первое наше значение равняется... Берем наш массив nums, который мы передаем функцию, и передаем индексное... текущее индексное значение, и получаем текущий элемент массива. То есть это у нас первое число, которое мы должны сравнивать со следующим числом в массиве. Чтобы получить следующее число, нам нужно еще один вложенный цикл запустить. Мы скажем, for let переменной, например, равняется j, равняется... Первый элемент, с которого мы начинаем цикл, это будет не первый элемент с индексным значением 0, а второй элемент с индексным значением i плюс 1. Так, значит, j у нас также меньше длины нашего массива, и j плюс плюс... Плюс плюс запускаем итерацию, и, соответственно, здесь мы получим наше следующее... наш следующий элемент массива после вот первого, который мы нашли. Значит, мы назовем его num num second равняется nums j. Да, то есть мы начинаем бежать по нашему массиву, мы берем первый элемент, это переменная num first, и начинаем его сравнивать со вторым, со следующим элементом, это как раз num second. И здесь мы просто прописываем условие, что если num first плюс num second равняется вот этого переменной target, это вот эта сумма, которую мы передаем в нашу функцию, то мы должны что возвратить? Мы должны возвратить массив из вот этих двух элементов. Так, убираем плюсик, вот так вот. А в противном случае, если условия наши не выполняются и мы не получаем вот эту вот сумму, которую мы передаем в нашу функцию из каких-то элементов массива, то мы просто возвращаем пустой массив. Вот так вот. Так, давайте протестируем console.log. Значит, у нас find pairs. Мы передаем, как у нас называются переменные, my numbers и sum. My numbers и sum. Так, нажимаем на save. Давайте посмотрим в браузере. И мы получаем на выходе 11 и минус 1. Все правильно. Давайте просто протестируем, предположим, если бы у нас не было... Если бы у нас не получалась бы сумма 10 из наших элементов, так, да, в противном случае получили бы пустой массив. Давайте посмотрим на следующую задачку. Следующая задача. Значит, нам нужно получить единый массив из любимых bits каждого друга. То есть сейчас у нас есть массив friends. Каждый элемент массива – это объект, который состоит из имени студента, вернее, друга и пиц, массива из пиц, которые он любит. А на выходе нам нужно получить вот такой вот один массив из всех пиц, которые любят студенты. А для этого мы можем использовать метод reduce. Давайте мы создадим переменную pizzas. Равняется friends.reduce. Здесь мы получаем значение, так называемый аккумулятор, и текущее значение, по которому мы бежим. И здесь нам нужно определить базовое значение аккумулятора. Это у нас будет пустой массив. То есть на старте вот этот вот аккумулятор, переменная accum, она у нас равняется пустому массиву. И дальше нам нужно возвращать, мы скажем, return. Возвращать будем новый массив. И в этот новый массив мы каждый раз будем копировать текущее значение, которое у нас находится в аккумуляторе, вот в этом вот значении. И также мы будем копировать туда массив пиц для каждого текущего студента. current.pizzes. Так, давайте протестируем console.log.pizzes. Смотрим в браузере, и мы получаем массив из всех пиц, которые сейчас находятся в массиве friends. Итак, мы готовы перейти к следующей задачке. Давайте опустимся чуть ниже. И от нас требуется записать строку или символы строки в обратном порядке. И мы будем использовать для этого два способа. Давайте начнем с того, что создадим функцию. Назовем ее reverse, например, string. Эта функция на вход будет принимать строку, переменная str. И дальше мы будем в первом способе делать это через массив. Мы здесь создадим переменную, назовем ее reversed. Это у нас на старте пустой массив. И дальше нам нужно запустить цикл for только в обратную сторону. Мы скажем, что let i равняется string.length-1. То есть мы начинаем итерацию с последнего символа нашей строки. Дальше мы указываем, что индекс у нас должен быть больше равен нулю. И запускаем цикл в обратную сторону, i--. Давайте посмотрим, что мы здесь получаем. Console.log.str И указываем индексные значения. Так давайте мы сразу делаем console.log.reverseString. И передаем в нашу функцию переменную mystr. Смотрим в консоль и получаем вот наши символы, которые выводятся в log в обратном порядке. То есть a, два раза z, i, p. Теперь каждый раз, когда мы итерируем через нашу строку по символам нашей строки в обратную сторону, мы просто должны отправлять эти символы в наш массив reversed. То есть мы можем сказать reversed.push. И указываем каждый конкретный символ. Так, нажимаем на save. И теперь мы получаем массив из символов, которые записаны в обратную сторону. Давайте просто посмотрим. Console.log.reverseSt. Нажимаем на save. Да, вот он, массив. Это символы, которые записаны в обратную сторону. Но нам нужен на выходе не массив, а строчное выражение. Поэтому мы здесь просто говорим return reversed. Используем метод join, чтобы на выходе получить строку. Нажимаем на save. И мы получаем нашу пиццу, записанную наоборот. Отлично. Теперь давайте посмотрим на второй способ. На самом деле все это можно записать проще. Давайте создадим еще одну функцию. Назовем ее reverseString. Например, 2. Также получает на вход строку. И здесь мы для начала просто будем использовать метод split, чтобы точно так же перевести нашу строку в формат массива, который будет включать символы вот этой строки. То есть давайте мы сделаем console.log.string.split. Да, вот так вот. Так, запускаем вторую функцию. Вторую функцию, reverseString2, передаем нашу переменную myString, смотрим в консоль, и мы видим опять, мы получаем сейчас массив, то есть символы пицца, разбитые на элементы массива. Но нам нужно здесь их возвращать в отдельном, в обратном порядке. То есть мы можем сразу сказать return.string.split. Потом мы можем использовать метод reverse, который переведет, запишет эти элементы в массив в обратном порядке. Вот так вот, reverse. И сразу же использовать в конце метод join, чтобы перевести это все в строчный формат. Нажимаем на save и получаем тот же результат. И, собственно, это все задачки, которые вам сегодня хотел показать. Надеюсь, было полезно. Увидимся с вами в следующем видео.